даже не знаю с чего начать у меня только сивик а стрим он немножко как типа даже вот рука не лезет вот закрываю вот он датчик у него такая резиновая заглушечка ну и этот ободок заодно атлет вместе с крышкой клапанул где-то что-то держит не могу понять вот он легко снимается распредвала болт сорвать сорвал открутить не могу вот эта вот штука вот сюда заглушка резиновая и там датчик вот он датчик вот он датчик вот это вот мой датчик ставить вот это как бы новый контрактный ну что будем вставлять датчик вставляется он вот так ну что какие предполагал болтик у меня туда улетела внутрь в пластиковый кожух есть у меня вот такой вот спец ключ так лучше покажу его начинается выпадать так вот этот верхний болт я все шкив снял я шкив после того как ремень ослабишь так вот он там внизу оказался наш болтик поднял я двигатель домкратом как можно выше но все ребятки распредвал датчик распредвала на месте ставим сначала нижнюю часть кожуха от души до самого конца например на 160 вот зашел разъем смотрите вот эта крышка клапанов я ее намазал герметиком так вот Продолжение следует... Первый пуск после ремонта. Всем привет, ребята. Вот я приобрел датчик распредвала. Стоит он полторы тысячи. Написано двигатель G17A. Ну, то есть, такой же, как и у меня двигатель. Автомобиль написано Honda Stream. Honda Stream это та же самая, грубо говоря, Honda. У меня только Civic. А Stream он немножко как типа в вагонном исполнении, то есть побольше машина. Вот. И моя задача сегодня этот датчик попробовать заменить. В чем заключается сложность замены? Во-первых, чтобы к датчику подобраться, он находится, вот видите, рука. Даже вот рука не лезет. Мешает труба или шланг кондиционера, насоса кондиционера. Мешает кожух ремня ГРМ. Датчик находится вот так вот, видите, как подлез. Вот он, тенью закрываю, вот он датчик. У него такая резиновая заглушечка. Ну и там, естественно, есть разъем. Для того, чтобы мне туда подлезть, мне нужно снять вот этот кожух для начала. Чтобы снять кожух, мне нужно снять крышку клапанов. Вот представляете, как-то Honda замудрила. То есть вот этот вот ободок находит, заходит на крышку, вернее, на кожух ремня ГРМ. И этот ободок заодно отлит вместе с крышкой клапанов. Чтобы мне снять крышку клапанов, мне нужно, во-первых, снять вот эту накладку. Снять, скорее всего, воздушный фильтр, потому что здесь вот трубка мешать будет. Открутить тросик газа. Вытащить катушки зажигания, четыре штуки. Ну и вот эту электропроводку, я не знаю, перед тем, как снимать крышку, наверное, придется отодвинуть. Вот такие вот дела. То есть, может быть, может быть, еще придется снять подушку. Подушку, которая крепит двигатель, левую подушку по ходу движения. Ну а там дальше не знаю, а то вдруг еще придется ремень генератора снимать. Ну, работы предстоит много. То есть на день сегодня хватит. Здесь вот такие две пинки есть, пипки пластиковые. Поворачиваем на 90 градусов, и они легко снимаются. Вот они. Сама электропроводка крепится на раз-два болтика. Значит, перед тем, как снимать катушки, надо снять с них... О, кстати, видите, катушка открученная. Хорошо, что полез от руки. Хотя затягивал все четыре. Разъемчик снял. Вот она катушка. В какой последовательности потом назад ставить катушки, разницы нет. Они все абсолютно одинаковые. Откручиваем оставшиеся четыре гайки. Ключ на 10. В ней головка. Просто так разъемы не снять, потому что они тут как бы в углублении, палец не лезет. Поэтому сначала откручиваем. Так вот слегка поднимаем. Катушка есть. Есть. Щуп. Отворачиваем крепление трусика газа. Все это будет мешать. На крышке много закреплено всяких нужных кронштейнов. Теперь отворачиваем электропроводку. Все это я делаю ключом на 10. То есть головкой на 10. Чтоб приподнять головку, надо обязательно убрать вот этот шланг. Шланг вентиляции картерных газов, который идет в фильтр. Но опять же говорю, убрать его не снимая фильтра. Не знаю, получится или не получится. Пробую отодвинуть шланг. Конечно, лучше снять фильтр, потому что шланг, видите, впритык взял. Вот так вот. Ну, вроде получилось. Нет, фильтр придется открутить, потому что мешать будет. Чтобы открутить фильтр, опять нужен ключ на 10. 10, 1, 2, 3. А, а чтобы снять фильтр, надо вот этот ресивер снимать. Вот видите, как все взаимосвязано. Все, ключ на 10. Отключаю плюсовую клемму аккумулятора. Минусовая у меня уже была отключена. Ну, потому что она мешать будет. Отворачиваю болты крепления воздушного ресивера. Видите, вот этот тросик газа мешает. Поэтому, думал, как говорится, на русский ось прокатит. Не прокатило. Все-таки надо его крепить. Крепить и работать удобно. Удобно. Так, походу сразу отверну. Вот и крепление крышки клапанов. Так, их, по-моему, здесь... Пока, кроме ключа на 10 Ничего не понадобилось. А еще отвертка была нужна. Что-то держит. Что-то держит. Ну, вот смотрите. Все открутил. Вроде не отходит. Оказалось, просто надо подергать вот так. Взяться хорошо рукой. Вот она. Все ходит. Еще немножко поддеть отверткой. За какой-нибудь уголок. Вот так. Где-то что-то... Где-то что-то цепляет. А что, не могу понять. Наверное, все-таки... Наверное, все-таки вот... А, вот болт еще. До конца, оказывается, не выкручиваем, да? Не, ребята, придется снимать. Как бы я ни хотел, придется снимать ключ на 8, который держит у нас крышку воздушного фильтра. Надо быть осторожным. Вот эти скобочки как-то легко крепятся и могут отлетать даже. Вот одна уже отлетела. Вот такая скобочка. И сам воздушный фильтр. Вот воздушный фильтр. Я его тут уже ставил от Toyota. Ну, надо бы продуть тоже. Утаскиваем датчик всосуемого воздуха. Поворачиваем очередной болт головкой на 10. Крепление воздушного фильтра. Да, ребятки. Поменять датчик распредвала не так-то просто. Там еще один болт оказался. Любят японцы надежность. Просто так не залезть и даже не увидеть. Вот такой воздушный ресивер. Представляете? Вот он. Вот эту часть. Я снял резиновый уголк. Это у меня тут, видите, ресивер сколько занимал. Теперь мне надо снять сам корпус воздушного фильтра. Здесь вот подтеки. Но это я знаю откуда подтеки. Это подтеки с заглушки. Когда-то здесь стоял, ну, перед этим, видимо, двигатель разрабатывался для трамблера. Трамблера нет, двигателя инжекторный. Поэтому поставили заглушку. И через эту пластиковую заглушку постоянно давит масло. Ну, не сильно так. Ну, поддавливает. Мне даже говорили менять сальник. Потому что якобы там в коробке сальник бежит. Но сальник все нормально, слава богу, целый. Корпус воздушного фильтра. Резинка осталась на впускном коллекторе. Это тоже желательно бы снять, потому что потом одевать удобнее. Такая резиночка. Переходник от воздушного фильтра на дроссельную заслонку. Ну, все. После снятия воздушного фильтра, после откручивания вот этих проводов, которые, электропроводки. Пробуем. Вы понимаете, чуть-чуть приподнял, думал, вылезет отсюда. Нифига. Пока полностью крышку не сниму. Я так понял. Где цепляется, непонятно. Придется все-таки откидывать. Провода мешают совершенно откидывать. Где-то что-то держит, не могу понять. Нашел я, где что держит. Вот эта вот планочка. Сейчас покажу. Вот эта вот планочка. Она прикручена на двух болтах, которые держит сам воздушный фильтр. И эта планка не дает снять крышку клапанов, потому что он за нее зацепляется. Вы представляете? То есть разбирать надо практически полностью. Вот откручиваем планку. Такие вот недоработки. Руками не залезть. Только вот таким вот. Вот она, эта планка. И цеплялась вот за этот угол. Вот хоть бери сейчас на наждаке и убирай. Так, что теперь нам скажет? Вот он легко снимается. Вы представляете? Значит, снял я. Опа. Вот она освободилась. Освободились распредвалы. Нужно даже сделать регулировку клапанов. И нам нужно попасть, вот видите, вот этот вот шкив, который закрыт крышкой. Вот эту крышку надо снять. Вот чтобы снять вот эту крышку, нам пришлось снять крышку клапанов. А чтобы снять крышку клапанов, половину разобрать. И вот это заветная мечта добраться вот до этого датчика. Сейчас попробую откручивать здесь вот раз болт. Так, два я вижу. Три уже вижу. Дальше видно будет. Отворачиваем крышку, вернее кожух распредвала. Опять же, ключом на 10. Фактически мне, вот сейчас для разборки, для всей этой, хоть и вроде много разборки было, да? Фактически мне понадобился один ключ и отвертка. Вот такие фасонные болтики. Одного нет. Следующий. Так, ну вот, два болтика открутил. Видите, там еще внизу третий есть. К нему сложнее будет попадать, но попробуем. Ну что, ребят, болт сорвать сорвал. Открутить не могу, потому что идет легко. Трещотка не срабатывает. Рука не подлазит. Придется мне снимать крепление подушки. Чтобы снять крепление подушки, мне нужно поддомкратить двигатель. Вот таким способом. Чтобы когда подушку откручу, он не упал вниз. Например, что-то не сломал или дал возможность мне... Все-таки, наверное, в деревянную подкладочку какую-то. Быстренько назарячил вот такую подкладку. Хорошо циркулярка из дома. Все. Вот так он подпер. Достаточно даже от руки. Сейчас откручу вот этих вот три гайки. Наверное, на 19 ключ. Ошибся. Ключ на 17. Ого! Открутить. Придется вороток помощней. Вот так. Раз. Два. Вот таким вот вороточком. Сейчас трещотку поставлю. Открутил я три гайки. Вот, вернее, две гайки. И шпилька вывернулась из тела держателя, который прикреплен к головке или к самому двигателю. Так, вот он. Вот он. Кронштейн сам. Оп. Вот он, который мне мешал. Ой-ой-ой. Ёшеньки. Вот. Представляете, чтобы до болта добраться. Вот сейчас у меня рука пойдет более-менее нормально. И то не очень хорошо. Ну, смотрите, как просунул руку. Конечно, снимать не представляет возможности, потому что не видно. Вот это из-за этого болтика. Теперь пробуем снимать. Опа! Вот она пошла. Пошла родимая. Теперь надо туда, вовнутрь. Кожу. Я так думаю. Затолкать. Пальцем не идет. Пальцем не идет. Попробую помочь отверткой. Да уж. Вот вам и датчик распредвала. Попробуй. Попробуй доберись до него. Смотрите, вот эта вот резиновая заглушка изнутри вылазит очень хорошо. Это вот кто будет разбирать. Не вовнутрь ее надо вталкивать, а наружу. Попробую отсоединить сам датчик. Труба мешает. Ай-яй-яй-яй. Значит, еле-еле-еле я эту крышку отодвинул. При помощи отвертки. Вот так вот отвертку туда досунул. Вот так вот раз засунул. И только тогда там разъем снялся. Теперь я выталкиваю разъем. Туда не лезет. Выталкиваю я его при помощи отвертки. Вот она. Вот. Вот эта вот штука. Вот сюда заглушка резиновая. И там датчик. Сейчас постараюсь поближе снять, потому что она как бы за углом находится. Я даже сам не смогу туда увидеть. Вот он датчик. Видите? Вот этот разъем. Вот так он был туда одет. Я отверточкой нажал вот на этот усик. Вот на этот. Сейчас там где-то должен быть болт. Сейчас включу туда. А, вот он внизу. Болт. Рядом вернее с датчиком. Вот он. Снимать я не смогу, потому что у меня вот так сейчас все руки перекроют. Болтик я сорвал. Теперь вот с таким столбиком. Головка на 10. Попытаюсь. Попытаюсь открутить. Вот я как и говорил, еще на камеру видно не будет. Вот он, болтик, который датчик держит. А вон виднеется. Вот он, сам датчик. Сейчас. Оп. Легко вышел. Ну, падла, застрял опять, а. Ну, что ж ты. Ну, что ж тебя его кто-то установил. Опа. Вот он датчик. Вот он он. На внешний вид похож. На то сейчас сравним. Вот это вот мой датчик. Старый. А вот это как бы новый, контрактный. Ну, в кавычках новый. По весу примерно одинаковая. Маркировку еще надо глянуть. Так, вот она маркировка. 29, 10. Что-то. А тут что у нас? 0,2, 21. Ну, это, наверное, порядковый номер. Так, 51, 23, 999. 51, 23, 999. ПЛС. ПЛС. Ну, вроде оно. Сейчас надо замерить напряжение, вернее, сопротивление между контактами. Сравним. Так, ну, замерил я сопротивление в старом датчике между контактами. Ну, вот как отсюда, если смотрим. Первый, второй, третий. Между третьим, вторым. 969. Между первым, третьим. 1200, по-моему. А здесь между первым, ом, между третьим, вторым, 4 ома. А между первым, третьим, 900. Ну, то есть, разница ощутимая. Будем вставлять датчик. Вставляется он вот так. Видите, здесь направляющая. Там ее нифига не видно. Ну, и болтик. Будем делать все на ощупь. Пока нифига не получается. Придется, придется помучиться. Вроде попал. Вот он встал. Он еще не прикрученный. Но уже вот этим усиком, который с другой стороны, он туда зашел. Не знаю, как это получилось. Ну, зашел. Теперь надо вот такой вот болтик вставить в датчик. Не знаю, уроню его, зараза. Уроню, потом буду доставать, материться. Не знаю, как это сделать, чтобы не уронить его в кожух. И потом не доставать. Вот так вот возьму пинцетом. Ну, чтобы видеть, мне надо камеру убрать. Поэтому заснять никак не смогу. Как я и предполагал, болтик у меня туда улетел вовнутрь, в пластиковый кожух. Теперь, хочешь не хочешь, придется его снимать. Но, чтобы его снять, я уже вот снял колесо. И нужно будет открутить вот этот шкив. Представляете? Вот такая замена датчика распредвала на Хонде Цивик. Есть у меня вот такой вот спецключ. Вот так вот, лучше покажу его. Вот так вот, видите? Это я сейчас буду вставлять. Вот здесь у меня шестигранник на 51. Так, вставляем его. Шестигранник, который на шкиву. Так, и будем откручивать. Здесь болт, шкива коленвала на 19. Вот тут надо удлинители. Вот так вот я, видите, два удлинителя. Вот этот вот вороток. Сейчас попробую без подставки деревянной. Крутануть. Не знаю, что у меня получится. Вот тут начинается выпадание. Сорвал, ребятки. Резьба здесь простая. Левая. Вот. Вот этот спецключ. Нужен только для того, чтобы сорвать. Ну и затянуть. Теперь надо шкив, ремень оставить, ослабить. А то я шкив не сниму. Ремень придется ослаблять при помощи генератора. Там барашек есть. Неудобный, зараза, тоже. Вот он, сам весь механизм натяжной. То есть, надо ослабить вот этот болт. И там еще наверху сам генератор. И барашек как бы крутить. Но рукой его крутить вообще нереально. По-моему, болт на 12. Шестигранник. Да, на 12. Так, ну что. Опа. Вот так вот с этой камерой все из рук падает. Сорвал я этот болтик, видите. Кручу его. Уже ослаб он. Так, теперь надо верхний болт генератора ослабить. И можно вот этой штучкой ослаблять ремень. Вот этот вот верхний болт. Я все его ослабил. Мы будем пробовать крутить. Шкив снял я. Шкив после того, как ремень ослабишь. Значит, что хочу сказать. Ремень пока не полностью не выкручишь. Вот этот вот болт. Вот этот болт, который вставляется в генератор. Пока его полностью не выкрутишь, ремень не ослабишь. Поэтому сам шкив. Вот он. Шкив коленвала. Легко, можно сказать, снимается руками. Сейчас я откручу. 1, 2, 3, 4, наверное, болтика. И сниму кожух. И там под кожухом должен быть вот этот болтик злосчастный, из-за которого я все это затеял. Ну, бывает так. Сорвал уже все болтики. Что значит сорвал? Ну, сдернул с места. Они по длине. Тут все же все разные. Видите, фасонные такие. Снял я его. Так, а где теперь искать нам болтик? Вот он там вот. Внизу оказался наш болтик. Вот он. Вот он. Хоп. Видите? Вот такие вот дела. Поднял я двигатель домкратом как можно выше. Теперь тут, конечно, в руке получше пролезть. Вот. Значит, совет такой. Когда ставите датчик распредвала, закрывайте обязательно тряпочкой и поднимайте как можно выше двигатель. Ну, вот смотрите, еще раз хочу поблагодарить в кавычках конструкторов. Закручиваю вот так вот. Вот так, двумя пальчиками. Видите, вот. Сейчас вроде немножко наживил. Попробую уже ключом на 10. Не получается, чтобы снимать. Ну, поняли, да, смысл? Сейчас буду держать трещотку одной рукой камеру, потому что положу и закручивать. Вот несколько щелчков держал в зубах камеру. Датчик распредвала на месте. Ну что, теперь мне предстоит обратно собирать на место кожух. Вот это, кстати, датчик коленвала. Вот он, датчик коленвала. На место ставить кожух, на место шкив, натягивать ремень, колесо на место. Ну и собирать далее. Ставим сначала нижнюю часть кожуха. Вот здесь вот провод должен идти. Этот кожух закрывал, там отлив такой. Закрывал, если бы того отлива не был, возможно, я бы не пришлось бы снимать. Ну и из-за кожуха, конечно. Вот сейчас заворачиваю кожух. Он состоит из двух половинок кожуха ремня ГРМ. И хочу что сказать. Хочу сказать, что все болты на кожухе ремня ГРМ одинаковы. То есть, когда я разбирал, все-таки думал, что они разные. Но здесь такая конструкция, что они все одинаковые. Это очень хорошо, потому что не боишься их перепутать. Настала очередь одевать шкив. Вот шкив одевать. Маленький нюанс. Шпонка вот такая есть. Плохо, наверное, видно. Темно уже. Так вот, ее она выпадает, когда снимаешь шкив. Ее надо не потерять. Вот у меня где-то есть видео. Я размеры этой шпонки даже давал. Про Хонду. Так вот, сейчас мне нужно попасть на нее. Вот она, шпоночка. Вот она, шпонка. И она там очень свободно ходит. Так вот, я сейчас должен попасть на эту шпонку. Не стремится она туда зайти. Придется примиряться. Видите, как она влезла. Наверное, вот так ее лежа надо ложить. А, она не одинаковая. То есть, она не одинаково квадратная. Она широкой стороной должна ложиться. Я так и подумал сразу. Хотя, вот видите, разбирал уже движок и не один раз. Три раза менял ремень и каждый раз как что-нибудь упрешься. О, сейчас должна зайти. Чем-то надо под... Опа! Неудобно съемку вести, зараза. Вот так вот. Так, чем же подстучать-то? Вот смотрите, взял вот такую длинную головку. Можно, конечно, не тяжелый молоточек. И вот так вот она должна осаживаться. Сейчас попробую попробую чем-то посерьезнее. Такими легкими ударами. До конца она не должна садиться. Все, она более-менее села на свое место. Теперь заворачиваю болт и, естественно, придется затянуть примерно на... Ну, я затяну на 160 ньютон. Хватит этого. Ну что, для затяжки я опять буду использовать вот этот свой суперключ. Вот так. Так. Теперь мне надо его подтянуть, чтобы он уперся в тягу, например. сейчас посмотрим. Вот так. Вот так. Вот так уперся. Опа. Ну, сейчас надо взять еще динамометрический ключ для полного счастья. Все. Затянул я ключом. Опа. Вот у меня ключ. Динамометрический затянул я от души до самого конца. Ну, примерно 160 170 ньютон. Сделал вот такой вот клин. Его засунул между генератором и двигателем, чтобы он не падал. чтобы одному можно было это все делать. Теперь затравил вот этот болт, который будет упираться натяжитель. Все. Теперь можно натягивать. То есть вот этот кронштейн я его здесь не фиксирую, потому что когда натяжка будет происходить, кронштейн будет тоже гулять, и если я его сильно затяну, то генератор может не то, чтобы не натянуться, а как будет дополнительное напряжение здесь будет. Поэтому сейчас я буду крутить барашек, вот тот, который еле-еле откручивал, и натягивать ремень, и когда генератор отойдет еще больше, вот этот клинушек деревянный, он отсюда вывалится. Болт крепления кронштейна к другому кронштейну, который крепится к двигателю, затянуя на 50 ньютон, и второй это на 14 ключ, и второй ключ на 12, это крепление генератора кронштейну, и затянул примерно ньютонов на 30. Сейчас переходим наверх. Это болт крепления верхней проушины генератора грилья. Динамометрическим ключом наверное затянул ньютонов тоже на 50 ньютонов. Головка на 14 затянула на 50 ньютон, думаю этого достаточно. Все, теперь одевать надо кожух, надо делать кожух, и сквозь кожух подключать датчик распредвала, вот он разъем. Одеваем кожух верхней распредвала. Разъемчик у меня болта. Верхний кожух крепит три болтика, которые так, а вот эти три болта разные, видите, вот этот более длинный по-моему снизу. Сейчас проверим. Ну да, более длинный болт, он скорее всего снизу, потому что я два закрутил сейчас сбоку по бокам и остается у меня прикрутить нижний болт. Опять же, не знаю, куда полежу, рука не лезет. Да, конструктор место совсем оставили. Вот, зашел разъем, зашел неплохо, так вот, плохо видно, потому что не подлезть. Ну вот, сам разъем видно издалека. Теперь мне надо эту резиночку заправить. Ну и все, в принципе. Подушка на месте, закрутилась нормально, хотя вот эта шпилька, как вы видели, вылезла, когда я откручивал, ну, зашла все нормально. Затянул я на 130 ньютон, здесь ключ на 17, я считаю, нормально. Ну что, теперь ставим на место шланг кондиционера, я его немножко подгибал, туда, потому что он мешал мне откручивать вот этот вот датчик распредвала. Смотрите, вот эта крышка клапанов, я ее намазал герметиком вчера вечером, вот, не успел я закончить, видите, ввиду того, что болтик у меня тут упал, мне пришлось разбирать чуть ли не ремень, для, не чуть ли, сделать практически ту же самую работу, как будто бы я поменял ремень ГРМ, ну, ладно, сделаю я вот небольшой, такой вот, намазал, многие, предвижу критики, многие скажут, сейчас она у тебя вовнутрь пойдет, не пойдет, во-первых, она у меня высохла, примерно простояла 10 часов, не менее, смотрите, жесткая, но не совсем, сейчас я ее, когда сюда поставлю, болтиками придавлю, она все это дело расплющится, и будет нормалек, так, она удивительно зашла хорошо, и прикручиваем пятью спецболтами, сначала протянул на 7 ньютон, а теперь протяну на 10, сечет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Для правильной установки корпуса фильтра надо установить вот эту вот резинку правильно Все выступы есть, вы никак не ошибетесь Да, и вот здесь еще нужно отпустить болтик чтобы потом его можно было подтянуть Одеваем на дроссельную заслонку Самая сложность это одеть вот на эту заслонку и натянуть шланг Одну руку я не смогу, поэтому ставлю на штатив Как вы увидите, так увидите Так, все, корпус встал Теперь мы его должны закрепить Так, что я хотел сказать Вот эта часть корпуса воздушного фильтра по отношению к двигателю как бы немножко выше Ну, кто будет установить, не расстраивайтесь Сама крышка, она тоже самая немножко имеет разную высоту То есть здесь она ниже, здесь выше При установке крышки ничего не перепутаете Потому что она по-другому не встанет И вот про эти скобы которые я в начале видео вам показывал Видите, одна у меня уже потеряна из шести Поворачиваем на 90 градусов Все, это будет держаться Ну и теперь осталось нам поставить В принципе, движок я собрал Осталось нам поставить Воздушный ресивер Видите, он сколько много места занимает И крепится раз, два, три, четыре, пять Шесть болтов Нет, пять болтов набрал Раз, два, три Четыре, пять Без пинцета Без пинцета, без пинцета никуда Так, ну что Осталось мне Прикрутить Тросик газа На место То, что я разбирал Видите Все собрано Кроме аккумулятора Вот он остался Один болтик Это на аккумулятор Сейчас будем его устанавливать Аккумулятор Естественно Не родной Как по размеру Так и по емкости Это у меня уже Третий аккумулятор После покупки Автомобиля Конечно Его бы надо закрепить Но хочется скорее завести Первый пуск После ремонта Все в нейтралке Пробуем Машина работает пока отлично Но надо проверять на жару Поехали проверять датчик Который я только что поменял И заехали на речку Тут отдыхают наши родственники То есть мой сын Жена Сноха наша И внучка Ну что, ребят Поменял я Датчик Распредвала Съездил, как вы видели Проверил Проехали примерно мы на машине Около Ну в общей сложности Около трех часов В жару Прям в сильную жару Обычно она у меня в это время Бы заглыхала Ну то есть Слава Богу Все хорошо Так вот Что я хочу подытожить Значит я менял датчик коленвала Не помогло Менял И Много Проштудировал В интернете Разных статей Потом мне люди писали У которых тоже такая проблема была С хондами Значит Ошибка показывает Датчик коленвала А в итоге надо менять Датчик распредвала Ну может быть у них Одна ошибка Не знаю Вот Как то так Вот такие вот дела То есть Много было Истрачено нервов Для того чтобы Эту ошибку Изладить Первый раз Она у меня заглохла Представляете Пять лет назад То есть Она сначала заглохла Потом Прошло какое то время Опять заглохла А потом все чаще И чаще И в итоге Вот я к этому всему и пришел Представляете Пять лет Ну то не время То не досуг То денег нет Я Устранял эту неисправность Всем пока Спасибо за внимание Ремонтируйте Свои автомобили Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому